Добрый вечер, это Wall Street Online и мы начинаем очередной обзор основных фишечных рынков. Всех поздравляю заранее. На следующей неделе 23 февраля хороший праздник и если не получится поздравить то заранее хочу поздравить всех достойных и в этот день защиты отечества весь день праздник и биржа если не ошибаюсь не будет работать в четверг вот так же не работает биржа понедельник по штатам будет у них president day market closed поэтому понедельник можете сделать себе выходной торговый и не спешить к открытию биржи через весь город так также на следующей неделе по отчетам и новостям в среду фомково правда минус но но все равно стоит обратить внимание и поставьте себе напоминание в среду 22 числа важное событие также продажи по строй по вторичке тоже штатов это тоже среду это перед фомкой кстати и еще из важных событий которые никак не могут затмить 23 февраля австралия во вторник протокол из станет по кредитно-денежной политики это будет позвоночью поэтому только уже утром сможем узнать что они там решили ввп четвертый квартал британия в среду отчитывается и это все в среду то есть ну очень насыщенный будет день в германии четвертый квартал уже в четверг как раз в 10.00 отчет будет на открытии ну как бы на открытие биржи ну очень-очень рано вот и все в принципе из таких событий на следующей неделе в общем праздничная неделя сокращенная короткая и это стоит учитывать petroleum status report четверг 23 будет в районе 11 по чикаго и new home sales это уже пятницу по штатам эти насчетам приступим к обзору так и начнем по традиции с с н п и хотел где тут у нас дневки так начались алертики сейчас мы их выключим а вот так и вот у нас с н п и как видите бьют рекорды и без остановки все дальше и дальше идут на север дельта буквально вчера и сегодня чуть-чуть была на стороне селлеров но с учетом того что там сбрасывают покупки явно те кто спекулируют перед уикендом перед праздниками точно бы сбросили как раз перед президентским днем понедельник их праздник такой благоприятный тренд на север в принципе было предсказуемо событие точно так же как перед черной пятницей смп достаточно так стабильно показывают динамику на рост давайте выделим уже так четко зафиксировали платформу ядром массив в этом контракте и вот промежуточный уровень 2293 возьмем в качестве поддержки особенно сильный импульс после формирования уровня на 42 тонны дельта сразу надавили посмотрим открытый интерес а это трейды золи открытый интерес как видите растет с 7 числа по сей день набирают и набирают и набирают новых позиций открытых и основная часть этого участка приходится на дельту байеров давайте отметим вот эти вспышки тоже немаловажные уровни и принципе если вы сын пи не будет планировать их наказать то как опорная точка для и плюс мониторинг вспомогательный уровень на проверку активности селлеров если у селлеров не хватит силенок даже этот уровень осилить пробить то пока еще восходящий динамика будет по времени у нас получается еще следующая неделя потом уже будет 1 марта там фактически осталось три недели до закрытия мартовского контракта и вот эти последние движения на рост я думаю будут заключительными потом просто начнут скидывать масса массово нет за недельку может за полторы до экспирации все эти закупки и как коррекционный момент уже будет ближе к экспирации могут конечно подложить свинью и до самого последнего дня тащить наверх и уже в июньском скинуть ну в общем будем мониторить будем смотреть так вот эти ребята которые на самом максимуме закинули покупочки на всякий случай зафиксируйте 47 49 мониторьте как будет вести себя понедельник относительно этих а поделек не работает бежим вторник в общем давайте еще добавим сюда vwp и да в районе 23 у нас 3 марта экспирации по опционам с кем из трейдеров не общался как бы его так аккуратно это все совместить опционной экспирации фьючерсной экспирации и объема пока еще никто в разумительно не может одну из тех кто опционами пользуются и торгуют вот так что если у вас есть вариации как это все систематизировать и таком коррекционном скажем ключе мониторить интересно было бы посмотреть киев будут итоги исследования и выводы в целом у меня все никак руки до и в опционах не доходят с фьючерсами бы разобраться до самого конца но потом уже можно опционы рубить так ну в общем это основные уровни по снт и пока динамика сохраняется к пить без усталости идут на 2350 и в принципе там два дня застыли но без критических каких-то коррекций поэтому 33 троечки под 2325 берем качестве возможного уровня поддержки и уже следующая следующий пить стоп такой второго ранга скажем локация 2310 2315 но загрузка здесь была промежуточная после пробития и уже потом идет 20 293 даже чуть повыше взять надо вот 2295 по 2288 тут две платформы формировали как раз на расширение и в принципе отсюда стартанули поэтому мартовском вернее в венюнском контракте в ориентирный уровень будет уже ядро мартовского и пока не пробьют этот коридор вполне может еще сохраниться динамика может даже до лета посмотрим пока банки отчитываются более-менее по отчетам скоро будет ну когда начнется отчетный период по банковскому финсектору в штатах посмотрим насколько они там хорошо читаются за эту зиму если плохо то могут слить пора бы уже сколько контрактов идет без устали так ртс так ну я думаю все кто на этой деле торговал не особо приятная была торговая неделя жуткий просто жуткий флэт покажу вот ликвидность ровная уже в какую неделю подряд никаких особо вливаний новых не поступает по оборотам и туда-обратно пила но уже все все возможные рамки приличия расширила поэтому вот расширение за 116 на этой неделе вот в пятницу было достаточно приятное событие хоть какая-то динамика за счет того что нефть корректировалась по-прежнему два ключевых уровня которые сформированы 9 11 и по 16 11 по ликвидности там обороты были свыше миллиона двести ну вот восьмиста и до миллиона двести этот . старт с соткой сотки до сотки и затем еще добавили это был 3 7 очки 8 12 уже в декабре по 16 вот здесь массив очень активно ежедневно была повышена ликвидность пока таких участков как видите только 20 сентября плотно целенаправленно размещается ежедневно тут 6 сессий подряд здесь 5 поэтому вот этот уровень который был последний из из этого периода у нас будет 112 тут аккуратненько можно до 112 по подровнять вот и по 100 14 500 этот коридор в ближайшее время посмотрим как будет его атаковать потому что уже один раз защитили и вот как раз пятница пытается туда сигануть чуть-чуть ликвидность упала в четверг и пятницу относительно даже недели вот открыт интерес у нас ну печально выглядит то есть то откроют тоже кроет в торговая сессия через сессию и в общем похоже что у крупных игроков пока нет четких команд и четких целей поэтому они сами сейчас пока ждут каких-то триггеров и поэтому вам тоже не стоит пока сильно размещаться полностью полагаться на какой-то тренд если там не могут еще разобраться куда толкать цену то подождем ну в идеале в принципе было бы неплохо дождаться хорошего рождения лучше даже за 113 по дельте сейчас мы вернемся на классовый профайл так давайте отключим обратите внимание какая дельта почти 50 тысяч контрактов за селлером при ликвидности 580 тонн оборота за сессию то есть соотношение вот если просто там посмотреть видите за мартовский контракт это топовая топовый дисбаланс перевес то есть почти 10 процентов селлер вчера тоже селлеры три сессии подряд ну вся неделя была именно за этими ребятами вот 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 и открытый интерес вчера и сегодня только прибавили ну не аномально но не закрыли то есть не не фиксировали и так вот здесь у нас уже отмечен уровень более плотного скопления объемов собственно пока будем учитывать как базовый второй по рейтингу у нас идет вот этот коридорчик в районе 116 имущество отметим и так 115 800 по 116 500 этот коридор мы берем как вторичный то есть 2 по рейтингу и 3 у нас идет платформа на поддержку вот этом 114 по 113 500 здесь уровень уже проверен его тестили как видите вот здесь была защита и если буду дальше падать то попробуем мониторить на уровне 114 113 то есть ну в идеале нужно для хорошей такой затяжной динамики нашел пробить этот уровень ну принципе если нефть так и продолжу падать то предпосылки для этого огромные так ну снижение не критическое пока если сравнивать с где-то мсель сейчас погрузится график то есть не в принципе в районе 51 53 уже достаточно долго находится и тут нужно ставить алерты в любом случае на пробитие 55 если такое случится можно будет как раз вот этот просевший индекс ртс схватить подешевле и пол весны протащить сколько есть мочи ну нефть уже в принципе напрашивается достаточно долго на расширение тут пару раз даже сбрасывали байеров но все равно что-то ждут непонятно каких-то триггеров возможно каких-то изменений по процентам ставкам либо же по добыче ну ждем в общем по нефти пока расширит собственно в районе 51 даже будет оптимально еще находиться главное чтобы особо ниже не не шли как в пластер профайле лучше анализировать нижнюю гистограмму допустим для российского рынка опять же огромная благодарность биржи of force они транслируют открытый интерес онлайн до минуты то есть можно масштабе смотреть изменение количество открытых позиций и теперь представьте если у вас есть дельта то есть агрессор и вы сразу видите закрывали позиции либо же открывали соответственно если вы видите дельту на шорт вам нужно только получить подтверждение это было открытие шортов либо это было закрытие покупок просто и все если бы открыт интерес упал соответственно закрываются и агрессивно выходит там если был тренду этого на росту вы меня надеюсь понимать комбинировать нужно разные источники информации и один другого прикрывает то есть открытый интерес хорошо дополняет дельту и там более прозрачный становится от семье на дневном таймфрейме то есть на масштабе один день они не транслируют практически только ford транслирует онлайн intraday на минутном таймфрейме открытый интерес остальные биржи не транслируют поэтому пользуйтесь пока возможно они не знают об этом что они ее транслируют пока в общем транслируют поэтому можно пользоваться не упускайте такой дополнительный источник информации фундаментальный биржевой причем не синтетический не там логарифмами всякими формулами формулами просчитаны это реально просто данные сколько позиций открыли сколько закрыли все никаких там синтетиков синтетики нет поэтому чисто фундаментальные данные объем количество открытых позиций и агрессоры инициаторы сделок в общем вот такие у нас уровня по масштабу на дневке как видите сейчас на 15 минутам таймфрейме увидите на сколько там все серьезно сегодня было по фильтрам дисбаланс сегодня в основном дельта ну была только за селлерами обратите внимание на вот эти участки агрессивные агрессивные вот у нас один тут и по общей дельте видно неплохо надавили и вот по сих это спекулятивные уровни можно будет пощупать их на следующей неделе на предмет защиты на отработке так как открытый делец подрос то позиции могут еще быть на следующей неделе в рынке можно будет зафиксировать если будут фиксировать они позиции то должен упасть более значительный чем прирост за 17 число ядро недели тут прям светится 117 200 весь этот коридор можно смело брать на заметку здесь как раз вот вся флэтовая ситуация и прошла также обратите внимание тут еще две сессии было прям под линеечку одинакового коридор и потом все уже уже то есть уже падает ликвидность соответственно расширение не заставило себя долго ждать также рекомендую пользоваться дополнительным таймфреймом если вам видно полупрозрачные такие профиля то есть сразу после всем кстати мою мышку видно на трансляции михаил а как у вас проходит выходные когда вы постоянно на выходные оставляете позиции не будешь постоянно мысли только об этих инструментах все выходные проходят не допустим не особо люблю на выходные оставлять что-то что болталось и мы постоянно думаешь об этом как там что там американцы очень часто фиксируют пятницу позиции там уже в понедельник вторник открываются так рубль скрипт в плане скрипт привычка нервов остальные наверно скрипт плане то есть возможность писать свои какие-то автоматизированные действия либо же но невыполнимых задач нет если действительно дельная но у нас опционной доски есть то есть данные качаем по опционам принципе я думаю там разобраться по отображению уровня будет не сложно я так думаю что задача не из сложных ланька вы пока напишите какие у вас идеи про опционы я продолжу и так обратим внимание как набирает обороты открытый интерес 2007 году мартовский контракт фактически на пике активности и сейчас будем сравнивать с ликвидностью ну и ликвидность немаленькая 4 400 оборот был в среду и сегодня три с половиной вчера два с половиной ну такие ликвидники и сессии что-то назревает сейчас мы посмотрим на фоне дельты как у нас стоят дела ну вот последние три сессии поменяли немножко селлеров на байров и сегодня нормальным явлением был сброс но даже это не сильно максимум недели пока еще не осилили на грани но очень просили буквально на 3 миллиона 700 и совсем чуть-чуть закрыли немного то есть вполне может коррекция произойти там может до 60 может даже 59 600 давайте отметим вот эти дельта уровне которые были на сопротивление и где сформировалась поддержка уже на классом профайле сейчас мы это зафиксируем так вот эти массивы под дельтем сейчас мы да кстати кто еще не пользовался появилась крестовина либо как иногда называют прицел и и небольшая стат информация в правом углу вы увидите давайте чуть ярче сделаю чтобы вам было хорошо видно но вот и на какой то объект и получаете стандартную базовую стать информацию полезная вещь на самом деле единственное немножко расширить будет стат информацию в таком более адаптивном ключе чтобы можно было ее настраивать тогда будет вообще песня так возьмем по дельте сейчас закастомизируем тут маленький участок в общем фактически развернулась реверсивная неделя получилась и кпд получается нулевое реверс весь пришелся на следующий четверг и по дельте тут у нас просвечивается именно вот эти два уровня в качестве активных мы берем их и в качестве поддержки будем мониторить на следующей неделе здесь ликвидность как видите слева в гистограмма дополнительные до загрузочки были у нас вот здесь возьмем и сейчас мы за заценим на споте как там обстоят дела соответствует ли активность аль не соответствует даже чуть-чуть сместим вот так вот вот значит 640 480 это вот прямо максимума локация на поддержку и потом идет такое достаточно мощное массивное скопление покупок этого вот 640 по 960 соответственно сейчас мы еще отметим несколько уровней на сопротивление тут однозначно напрашивается коридор 960 по 140 стоит заметить тут дельта была как раз в этой сессии и на открытии позиции не работали 137 тонн вы знаете я придумал для хороший вариант отображения прогнозов то есть когда вы делаете прогноз то есть у нас есть публичный рейтинг трейдеров где видно как сделки отображаются да вот похожем ключе можно будет фиксировать прогнозы то есть вы оставляете прогноз там до какого времени в принципе опцион этот тот же прогноз то есть часть фьючерсного и плюс еще время довесок то есть на фьючерсах нужно направление понять какое в опционах еще и плюс когда туда придут то есть еще сложнее немножко время еще нужно рассчитывать ну и плюс волатильности так в общем вот такие уровни на фьючерсной на фишном контракте на пару доллар рубль сейчас посмотрим на спот вот как там стоят дела плита которая ожидает восходящую динамику начинается даже чуть ниже чем 60 где-то в районе вот полмиллиона уже на тотале 59 780 с этой цены могут быть уже сбросы по покупкам давайте посмотрим спот так если уже такой код написан попросту ну тех описание его да и все можете сбросить даже мне на почту я попробую разобраться как его проще написать чтобы программистам объяснить чё к чему и насколько это необходимо посмотрим надеюсь я думаю что получится ну так что это у нас это спот да это спот убираем все лишнее и и так ликвидность обратите внимание 6 миллионов 200 можно даже так сказать 5 и 9 было у нас 26 и 5 и 5 было 19 фактически рекордная в этом квартале ликвидность по спот и теперь смотрим дельту но вся неделя была на хороших оборотах то есть вот эта рамка очень повышенная дельта на стороне байеров такая была вот 19 числа идентична немножко там как немножко три дня сбрасывали потом всех байеров и все равно пошли на недельку на рост но тут все благодаря вот двадцать седьмому числу кстати вот эту массивность рекомендую зафиксировать тут всю неделю сражались за шестидесятую и в итоге победили так 59 55 тоже вот этот коридор можно смело как сопротивление на замерку брать три дня повышенная дельта и ликвидность на споте как видите по ценам очень редко проскакивают какие-то уровни с продажами особенно последние три дня практически их вообще нет поэтому продавать спекулятивно пока еще рановато подождите пока остепенятся и там хотя бы дня 4 пройдут это получается у нас четверг 23 февраля ну три дня ну в общем на и на следующей неделе забросьте на рубль пускай болтается до 23 февраля там уже получается пятница ну исполнение к следующей неделе можно будет уже смотреть чего произошло за неделю если у вас открыта позиция то ну смотря какая конечно все девятая вот первый блокпост которой должны принципе снова селеры попробовать защитить но давление какие-то мощное перед дальнейшим ростом могут еще пару дней понедельник вторник либо до среды даже затянут коррекционный момент как здесь устроить чем если вы не запрыгнули еще 57 то получается на middle уровне остались евро дело не в коде принцип просто откуда он берет вернее даже не откуда какие он в каком формате то есть он данный берет трансформирует скрипт данные то есть рассчитывает какие-то значения и принцип логический отображение уровней то есть основу у меня главное понятие остальное мы уже в любом случае будем делать правильно ну по-своему скажем так так это что у нас еврик еврик но 15 минутка нам нужен пока баровый вот сейчас у нас от дельта тоже видите на еврике такая небольшая неопределенность два дня открывает потом фиксируют два дня и последняя дельта вот на сегодня и вчера была на целях сегодня даже прибавили в позициях соответственно коррекционный момент остановили моментально 0 686 коридор сессии а если не получится у них на следующей неделе вот эту локацию осилить соответственно закончилась восходящая динамика в два дня очень быстро это ядро не контракта ну сейчас я сделаю контракт вот так ну почти 0707 хорошая и 065 соответственно по сейчас мы это все более точно выделим на класса профайле открытый интерес опять же пока не определенно то открывают то закрывают и ликвидность сейчас мы ценим и ликвидность идет систематическая скажем ровненько 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 никаких аномальных вбросов выбросов ну снижение есть вот на прошлой неделе допустим прям полочка рекордная ликвидность пока была вот на этих коррекционных сбросах байеров 300 200 320 и 239 нижняя волатильная сессия на этой неделе было 213 сегодня 127 по дельте вот такие вот у нас аппликации по-прежнему пытались видимо закупиться на этом участке и пока вот смотрим сразу же реакция на шорт пошла при подходе к их ядру контракта посмотрим сейчас на класса профайля в общем как видите два дня в коридоре 06550 685 тут был бунт и в принципе они пока удерживают контроль и поэтому мы зафиксируем на всякий случай как проблемный коридор где буйно себя ведут селлеры у байеров прям как-то система у них получается две сессии аккуратненько тут развернули это все дело вот как раз и дельта прошла 6 половиной и посмотрим 396 и 394 ну несущественно просели за счет скорее всего вот этих стопорей которые не сбросили и открыли позиции поэтому пока еврик в меж этих огней будет балдация то есть поддержка сопротивления расширение уже будет четко указывать кто контролирует цену и какие у них намерения желательно на на приросте ликвидности 6 а 7 а 7 7 7 8 8 9 10 10 13 13 14 14 15 15 15 15 18 16 сбросов и по сей день пиковое значение вот и смотрим дельту все сессии кроме вот 15 числа были на селлерах то есть продажи открывают похоже что с 2 февраля начали тут шортить вопрос только остался сбросе по стопорям я так понимаю они это сделали и сразу же принялись снова шортить то есть вполне резонно будет 762 ожидать на следующей неделе я думаю ну все в принципе на то указывает сейчас мы посмотрим дельту на боковушке ну вот если по объему смотреть где эти ребята шортили то среднеизвешенная у них идет в районе вот этого как раз можно зафиксировать самой топовые вот в этом коридоре можно смело сказать что среднеизвешенная по шортам у них здесь поэтому расширить еще в крайне важно за 76 25 тогда уже зеленый свет на продаже но очень-очень высокая вероятность вернее даже не так а вот так пока вот не выпустят за 76 25 могут еще и повторно скинуть вполне может быть такое так вот здесь у нас получается была уже похожая массивность прям прям идентичная вы даже сказал тут тоже не нормально шортили потом 5 дней подряд идет дельта на бай соответственно вот этот бай тоже возьмем на заметочку вот 75 40 75 75 с него они ушли и вот эти вот покупки которые сдерживают пока вот тут они прошли коридор пока их не пробьют будет под вопросом еще расширением на шорт вот они эти два ценника 76 15 76 25 три сессии с настояли на нем не получилось ничего и ушли наверх вот когда вот 25 нас нас силят тогда может быть коррекция относительно этого всего движения вот по ликвидности четверть пятница слабая видите немножко соточка была в среду хорошо прошла неделя в районе 70 67 72 среднем систем найдут наверх буквально вот просила прошлой неделе и пиковое значение на самом пиковом значение как раз покупки вот две видите но это под открытым интересу сейчас нагляну там сбрасывали хотели сбрасывали 121 и 125 ну в общем триггеры есть там уже но я думаю разберетесь с алертами так это был ауди и теперь у нас фунтец он же brexit он же одиночество на острове потихонечку аккуратненько чуть там открывают пять дней подряд заходят постепенненько причем с каждым днем как будто у них разбита порция на открытие процент и стоит отметить такая сильная площадка вот плотные массивы дельта на шорт вот здесь обязательно еще и защитили 25 70 25 15 коридор вот этих сессий двух и вот этих двух в качестве массива на сопротивление посмотрите на предмет неспокойствия в этом районе при подходе и попытки расширить рядор повыше так поддержка идет очень в открытую здесь развернули двадцать четвертую не стесняясь и два дня тоже не стесняясь защищают что есть силы добавим еще расширению поддержки вот тут две сессии и у нас получается 24 20 20 75 как саппорт и вся вот эта площадка два два пять семь и двадцать пять пятнадцать в качестве сопротивления там уже дальше идет вот эти громоотводы видите сколько раз снимали с топори после установления максимума вот здесь установили потом на следующий же день пошли сорвали мало им показалось вернулись проверили этот уровень и еще сорвали тоже так чтоб наверняка соответственно вот здесь уже сняли и осталось еще вот эти вот уровни проверить перед падением обязательно как минимум хотя бы вот этот уровень больно падки стал фунтец на сброс по стопорям тут у нас тоже удивительно что вот сегодня не ушли ниже но еще не вечер вполне могут туда еще сходить розничные продажи данные за месяц михаил если за месяц то февраль это но ожидаемое падение особенно если сравнивать с январем и декабрем там где закупки просто идут потребительские жесткие ну розничные да и оптовые принципе праздники по сравнению с этими данными февраль кажется просто вакуумом экономики но на самом деле это не так и люди немножко февралев отходят от праздников и как говорится разгрузка перед весной поэтому я думаю не стоит сильно если критически вышли жесткие смещения то тогда да индекс доллара индекс доллара индекс но тоже без особых ажиотажных открытий то есть три дня было на ну скажем ровная активность в итоге вся неделя ровная активность начиная с начала февраля в британии данные будут все хуже и хуже и летом тоже им сейчас восстанавливаться после брексита это не знаю помог он им либо же нет и что это был за маневр ну тактически в принципе понятно но я думаю они должны были подготовиться перед тем как такой маневр сильно сделать так как видите вот дельта на шорт немножко приутихло были попытки уже в начале февраля здесь пока этот уровень не пробили и открытый интерес не падает то есть есть еще участники просто пока видимо тоже относительные нефти ждут триггеров скорее всего потому что прироста позиции новых нет сейчас мы посмотрим ликвидность ликвидность потихонечку угасает тут на реверс немножко бросили потом ровно и понедельник еле до со вторником мы жили ну вот пиковые экстремумные точки еще какие-то активности происходят а уже вот понедельник пятница слабая очень слабая давайте сейчас чисто по дельте вот что пытаются купить после продаж но открытый интерес особо не при нет прироста и самое важное сейчас это нефть по массивности как видите здесь открытый интерес у нас идет не набирает обороты с 549 видите что творится это склейка контрактов то есть тут экспирация может немножко накладываться но не существенно ну то есть не критически то есть вот на переходе с декабря на январь было 615 открытый интерес достигали 568 и пик был в начале февраля сейчас пока уходят соответственно с новым контрактом сейчас посмотрим может там уже есть на новом контракте позиции ну видите средняя ликвидность тоже немножко подутихла буквально вчера еще вспомнили про бренд сегодня вообще маловато по опционным уровнем будут хорошо работать инструменты которые реальнее то есть вот едет танкер с нефтью хеджируют его фьючерсом в любом случае пока он приплывет дочухает там до берегов америки там неделю или две ему по океанам пыхтеть и вот за это время за две недели может такое колебание цен произойти что в любом случае хеджируют опционы там фигурируют однозначно в нефти точно там поэтому торгуете нефтью и используйте опционы обязательно комбинируйте информацию если получается так у нас ядро за этот весь период 55.3 55.85 и ну в общем до 55 такая активность ликвидность ликвидность сегодня слабенькая вчера была чуть побольше и она ушла вся на продажах с открытым интересом очень очень низким тут начало недели было 427 завершение 313 то есть выходили скорее всего и тут у нас сопротивление 56.6 56.85 в 527 ну 527 528 528 529 528 529 529 529 529 529 сели да да сейчас сели золото по золоту у нас тут 16 17 прям вся распродажа 5 сессии но четыре из них практически одинаковые вот и это не есть хорошо вот у нас объемчик сейчас посмотрю март все март ушел экспирация и это новый контракт у нас начинается майский у нас маловато апрельский можно смело уже так вот у нас планка в районе 53 сбросили стопариусы и осталось за 54 75 расширить тут пошел прирост ликвидности 250 200 смотрим дельту дельта на продаже открытый интерес набирают тут два дня на шортах то есть вот стартовые четыре сессии даже три пока вот фигурирует в таком ключе это у нас сель был поэтому могут вполне дать деру хотя вы до 52 вполне ожидаемо обратите внимание как у байеров уже где-то в третью неделю попросту нет особо даже интереса расширить выше 1 2 3 4 5 6 7 8 9 сессий байера не могут расширить котировочку даже предыдущего максимума 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 предыдущего дня 9 сессий подряд в общем то на сель шортит отряд октябрят так ну и золото раз такая агрессивность у бутселлеров м Продолжение следует... Продолжение следует... Если на следующей неделе вот этот уровень 53.35 все-таки задавит, ну, следующий блокпост уже будет 53.52.9. Шорты у нас... В общем, плотненько запаковали 53.7, 53.75. Как видите, ликвидность прямо под линейку, по всему ценному диапазону распределили. Каких-то контрольных уровней выделить, ну, вот, разве что 53.10, 53.40, центр такой. Но, в принципе, там недалеко друг от друга они ушли. Здесь, допустим, тоже 82 тонны, 89, а топ-132. Четыре сессии, пятая на потолке и, ну, максимумы недели. Если понедельник-вторник срываются ниже вот поддержки этой, то по РТС уже, соответственно, надо действовать согласно технике безопасности. Так, ну, и золото. Это отложенные какие-то заявки, вот, 12.45 мы написали. Либо это уже открытые опционы. Я просто в открытом, в этом, в опционах не ориентируюсь пока. А, открытые. Ну, тут осталось буквально. То есть, получается, а, уже все, их закрыли. И вот пошла дельта, как только начали подходить. Вот, по 5.30 она, в принципе, не меняется целый день. Сейчас смотрим открытый интерес. С сентября. Итак, три сессии набирают позиции. Мы позиции набрали, вот, 72 по 82, 272 тысячи по 282 прирост. Соответственно, относительно такого затяжного периода, вот, если за 2017 брать, это потолок, это максимум. И 12.32 стоит, даже не 32, ошибка, 12.27, да, 12.27 ядро по, ну, здесь их два, но я вот так вот, жестоко, не точно, но давайте лучше возьмем. 16 отдельно, и отдельно вот этот массив. Сейчас вот эти квадратики я уберу, потому что они только отвлекают в таком масштабе. Ну, там достаточно локальный минимум был еще в октябре, вон. Это они на этот уровень выставили заявки, получается, или вы открыли позиции. Поддержка, вот, 98-я, прям видно, 12.05 повторно. Тестят и загруз... ну, зашли. И вот здесь, по одним и тем же ценам, видите, дисбалансы проходят, вот. В общем, берем эти рельсы, на всякий случай зафиксируем, вы там уже мониторьте в 12.29.5 по 12.23. Вот эти две рельсы за последние две недели, и плотность по дельте на продажу в районе 30-й по 34-й. Сейчас мы зафиксим, 34-й по 30-й. В общем, будет полурабочая следующая неделя, праздник в понедельник по штатам, у нас 23-го, и, в общем, там тарарам, там тарары перед весенними экспирациями. Начнется сейчас, я думаю, волатильность качать будут, расшатывать потихонечку. Значит, 98-я по 12.05 в качестве саппорта, и вот этот уровень, даже 23-ю, по 29.5. Вот такие вот уровни поддержки они устроили. И вот такая плотность в районе 32-34 со стороны селлеров. Причем открытый интерес, у нас по 17-й идет прирост, а дельта фигурирует у нас практически везде на неделю была за селлерами. Вот, а ликвидка. Сейчас мы ликвидку сравним. А ликвидность падает. Соответственно, вот, движение на 45-ю не особо охотно встречают, как видите, без особой ажиотажности. А для пробития 45-й и поход на 50-ю нужна ликвидность, пока ее не обнаружили. На сегодня это все. С вами был Михаил Лемак, Wall Street Online. Встретимся в следующую пятницу в 20.00. По этой же ссылке вам хороших выходных. Скоро, уже буквально через несколько дней весна. Будет теплее, будет все заново восстанавливаться. природа, будет очень круто. И это прекрасно. В общем, до следующей пятницы. До свидания. Пока.